всем привет меня зовут сергей мы находимся в магазине десорт и сегодня я расскажу о том чем отличается пвх и пвх плитка и ламинат пвх плитка это же виниловая плитка кварц виниловая плитка lbt плитка речь идет о плитке конечно с замком вот для тех кто не смотрел мое видео чем они все эти виды друг от друга отличаются пвх плитки рекомендую сначала посмотреть это видео здесь будем говорить о виниловой замковой плитки произведенной по трем технологиям си пи си ригит и л вити фактически других технологий на сегодняшний день и нету и сравнивать их будем с ламинатом вот по этим параметрам когда вы поймете чем одно отличается от другого вам будет гораздо проще выбрать напольное покрытие и так плитка и ламинат можно и сравнить по степени комфорта потому как вам будет приятно ходить по ним насколько это мягкое покрытие плитка сделанная по технологии си пи систо он полимер композит это наиболее жесткая из всех пвх плиток потому что в ней есть мел она жесткая и сравнимо по ощущениям по ходьбе с ламинатом ламинат тоже достаточно жесткое напольное покрытие поэтому здесь троечка третье место ригит ригит это промежуточная плиточка можно сказать между си пи си ловите по уровню комфорта на втором месте и 1 это лвите лакшери ванил тайлс это самая комфортная пвх плитка вы ламинат на третьем месте как говорил можно сравнить его с и пи си плиткой да конечно еще вы пришли в магазин чтобы вы могли понять что вы выбираете вы должны уметь их различать но об этом говорил в другом видео но здесь коротко остановлюсь л вити это гибкая замковая плитка она гнется если вы возьмете образец ну если вам об этом не расскажут в самом магазине ригит это жесткая плитка на срезе серого цвета поэтому можно отличить а теперь си на срезе белого цвета она тоже жесткая на не гнется но есть по тепловому комфорту ламинат он самый холодный он проигрывает пвх плитки то есть если вы ходите по ламинату температура дома у вас 22 градуса ламинат будет ощущаться как самая холодная напольное покрытие си пи си будет чуть потеплее казаться и л вити и ригит плитка будут самыми теплыми самыми комфортными по если для вас важно выбирайте либо ригит не был ведь и устойчивость к воде значит любая виниловая плитка абсолютно устойчива к воде ее можно туда положить на несколько суток на месяц достать собрать и эксплуатировать то есть при воздействии водой на виниловую плитку ничего не происходит с ламинатом ситуация сложнее есть отдельное видео где об этом я рассказываю но любой ламинат по водостойкости хуже чем пвх плитка вот потому что но он состоит из дерева бывает водостойкий ламинат который практически не уступает по своим показателям пвх плитки такой ламинат тоже бывает но все-таки он несколько хуже большинство ламината значительно уступает по устойчивости к воде виниловой плитке значит пороге тут все достаточно просто ламинат нельзя укладывать без порогов между комнатами об этом говорится во всех рекомендациях производителя можно попробовать но там в 90 процентах случаях вы получите негативные последствия об этом тоже есть отдельное видео я рассказываю почему нельзя ламинат укладывать без порогов что касается cpc плитки всегда можно без порогов л ведь и всегда можно без порогов а вот с ригидом ситуация сложнее фактически по технологии ригид производится пока не так много плитки делает таркет и производитель говорит это однослойный ригид то есть говорит что можно укладывать без порогов и это вот этот вот минус и quick step и перга делают многослойный ригид и у них указано в инструкции по эксплуатации европейцы что обязательно при использовании такой плитки делать пороги между комнатами если просто говорит так и надо делать у нас большого опыта пока еще нет материал достаточно новые пока вот не проверяли действительно не так нужен так нужны эти пороги значит устойчивость к царапинам тут без вариантов пвх-плитка в любом исполнении всегда по устойчивости к царапинам будет проигрывать ламинату то есть царапину здесь сделать проще потому что пленка которая защищает пвх-покрытие сделана из полиуретана она гораздо проще царапается на сегодняшний день пока так но если вы поцарапали пвх-плитку это не очень страшно вы в этом месте ну будет просто царапина визуально испортили если вы все-таки сумели поцарапать ламинат то в этом месте когда вы моете пол у вас со временем произойдет ну совсем совсем все будет нехорошо ламинат разбухнет потеряет внешний вид теряет эксплуатационные свойства совсем все будет плохо почему здесь стоит знак вопроса ламинат тоже очень сильно разные очень сильно зависит от производителя если возьмем болтерио перга quick step у которых есть дополнительная защита там scratch guard это одна ситуация возьмем каких-то китайских производителей там недорогих отечественных по устойчивости к царапинам совсем другая устойчивость но в среднем любой ламинат к царапинам более устойчивы чем пвх-плитка и это достоинство ламината значит замки о чем речь значит речь даже не о легкости сборки в первую очередь о том как ведут себя замки в процессе эксплуатации значит ригит и лвти и технология замок не обламывается со временем он очень прочный с одной стороны другой стороны достаточно пластичный поэтому представьте себе вы собрали пвх-плитку и у вас отломился кусочек замка по какой-то причине вы моете пол много воды используете ну не боится же воды виниловая плитка и у вас в этом месте где сломан замок вода уйдет сквозь пол к сожалению и у вас получится под ним небольшое болотце вот все писи более хрупкий материал замки ломаются проще при сборке ломаются при транспортировке ломаются при эксплуатации ну на неровных полах тоже иногда может там замок треснуть бывает ну и в этом месте там вода может просачивать поэтому все-таки он несколько хуже смысле замков чем ригит и лвти где замки более пластичные и не обламываются ну в ламинате замки сломать как бы достаточно тяжело если это нормальный ламинат поэтому здесь стоит знак вопрос если ламинат ненормальный к сожалению да можно сломать значит загрязнение в целом виниловая плитка и покрытие из полиуретана лучше противостоит загрязнением чем ламинат ламината другая технология производства защитные пленки вот но вот здесь стоят знаки вопроса тоже все очень сильно зависит от производителя но если взять среднем то зеленку не знаю маркер с виниловой плитки а тереть проще чем с ламината здесь и здесь въездся быстрее но тоже очень сильно зависит от производителя вот шумность шумность при ходьбе насколько стучит лвти самый мягкий комфортный стучит меньше всего ригит чуть-чуть пожестче ну практически не отличаются друг от друга особенно если говорим о многослойной технологии он не хуже поэтому я здесь все-таки исправил так 2 дробь 1 на вот все писи более шумный продукт более жесткий ну ламинат еще если сильнее шумит если вы не любите вот этот при ходьбе вот этот око не то ориентируйтесь и сюда тоже монтаж в принципе монтаж покрытий не отличается практически по своей трудоемкости в первую очередь зависит от качества замка от его точности геометрии это с ламинатом ну здесь больших проблем с геометрии пока не встречали вот единственное что надо отметить что у инструментов при монтаже пвх плитки влите плитки то же самое используется чуть меньше поэтому все равно принципе никакого труда монтаж не составляет и что касается подложки под ламинат подложка нужно всегда под лвите плитку подложка нужно всегда под ригит производитель пишет что можно подложку не укладывать и да и и можно не укладывать но что здесь важно если у вас не абсолютно ровный пол вы не уложили подложку при ходьбе у вас эта плиточка может стучать обоснование вы будете слышать такой звук так стук стук при ходьбе в каких-то местах где у вас есть линза углубления идеально ровных полов не бывает поэтому мы рекомендуем укладывать сюда обязательно подложку специализированную подложку под пвх плитку она не такая как под ламинат ни в коем случае не укладываете под подал выйти плитку подложку под ламинат и сеписи такая же ситуация производитель говорит нельзя но мы рекомендуем все равно укладывать остался еще один очень важный вопрос который относится и к монтажу и к подложке сразу его не стал выделять в отдельную группу но и сейчас расскажу это требование к ровности пола значит в любом случае чем ровнее пол тем лучше будет служить ваше покрытие это нужно понимать не экономьте на этом лучше сока лучше вложить деньги в ровный пол и чуть-чуть сэкономить там на ламинатель на пвх плитки чем сделать неровный пол положить хороший ламинат и убить его этим значит требования по снипом и гостом ко всем покрытием одинаковые но это перепад не более двух миллиметров на два метра берете правило кладете его на пол края фиксируете так чтобы правило чтобы они не висели в воздухе ну и зазор между правилом вашим полом не должен превышать двух миллиметров это требование нормативов из практики 23 миллиметра это ничего страшного все в порядке значит лбите к полу более требовательный чем ламинат желательно пол поровнее то есть ну если лучше придерживаться стандартов ригит и cpc к требованиям пола ну примерно так же как ламинат относятся они жесткие вот вот эти вот там перепад 3 миллиметра по снипу еще раз два но по факту три миллиметра в ригиде даже 4 миллиметра я видел уложенные все в порядке более-менее вот это покрытие менее требовательной кровности пола чем лбти вот наверное в принципе все что я хотел рассказать надеюсь это видео поможет вам в выборе напольного покрытия все всем пока до новых встреч